Всем привет! За то время, пока я отсутствовала на YouTube, у меня появилось несколько завершенных работ, а также очень много покупок, продвижение есть по процессам. Я прошу прощения, что я пропала. Если вам интересно, по какой причине я отсутствовала, вы можете перейти на мой канал Солнечный Цветок и посмотреть, как мы с мужем занялись дачными работами. Ну а другие подробности можно узнать на моем блогерском канале Жили Были. Этот канал о вышивке, поэтому здесь не будем обсуждать причины, по которым я отсутствую. Сразу перейдем к моей готовой работе. Посмотрите, что у меня получилось. Это схемка от ворожея. У меня на канале есть видео. Ссылочку на группу ВКонтакте ворожея я оставлю под этим видео. Если вам интересно, переходите, посмотрите. Там, конечно, большое разнообразие схем, но я выбираю мои любимые ягодки-цветочки, поэтому для меня это сюжет самый, что ни на есть, красивый. И что же у меня получилось? Вот такая красотища! Ричард опять жует свой корм. Когда я перестаю снимать видео, девочки, он перестает жевать. Как только я ставлю камеру и включаю, он садится рядом и начинает жевать свой корм. Сейчас я заберу. Сейчас я заберу у него корм, он начнет играть в игрушки. Все, корм забрала. Прошу прощения, девочки, никак у меня не получится снимать без посторонних звуков. При наличии собаки и двух кошек тишина в доме просто невозможна. Так, ну нет смысла показывать остатки, потому что нитки я покупала по ключу, нарезку ниток покупала в магазине Радуга вышивки. Оставлю тоже вам ссылочку, если у вас есть авторская схема, вы можете заказать нарезку, вам не обязательно покупать целые моточки ниток ДМС. Но для меня, во всяком случае, это очень удобно. Я не хочу, чтобы у меня скапливались нитки в доме и так много всякого, всяких вещей, которые лежат без дела. Но посмотрите, какая яркая, какая сочная работа. Но почему-то я эту работу совершенно не вижу на стене. Совершенно не вижу на стене. Я только вижу, что это подушка. С оформлением, девчонки, у меня большая проблема. Для меня достать швейную машинку и шить, это просто каторга какая-то. Поскольку я много лет работала швеей на домнице, и сейчас для меня прострочить какой-то шов, при этом доставать машинку, заправлять нитки, это просто каторга. Когда-нибудь я соберусь и оформлю все свои подушки. Я их для этого и коплю, чтобы разом все это сделать, когда закончится дачный сезон. Но чтобы не томить вас ожиданиями, я вам сейчас покажу, что я уже приготовила вот именно для этой подушки и как я планирую ее оформить. Я думаю, что в принципе это самое интересное в оформлении. Но поскольку подушка будет часто стираться, конечно же я здесь делала узелочки, старалась как-то их незаметненько заправлять. Но все равно узелки делала, потому что я не представляю себе подушку, которую мы будем часто стирать, и она без узелков, ну вдруг, не знаю, у меня какая-то паника, что вдруг потом эти кончики вылезут, и нужно будет как-то ее реставрировать, эту подушку. Я больше всего не люблю что-то реставрировать, зашивать, дырки, латать, это тоже для меня очень тяжело. Вот странно, да? Зашить дырку сложно, а вышить вот такую большую работу, вот такой кропотливый труд, это не сложно. Я всегда поражаюсь, это какой-то парадокс, но вот такова действительность, так оно есть на самом деле. После долгих раздумий, какую же мне сделать обратную сторону, я брала эту вышивку, заходила в каждый магазин, прикладывала все тканюшки, которые были, но ничего мне не нравилось, и единственное, что мне понравилось, это, как ни странно, вот такая желтая тканюшка в белый горох. Не знаю, может быть, кому-то покажется это нелогично, неинтересно, но вот мне, я не знаю, вот хочется иметь вот такую веселенькую подушечку. В общем, смотрите, как я планирую. Вообще, очень хорошего качества бязь, обалденного. У нас вот такая тканюшка стоит недорого, по-моему, 130 рублей метр, а здесь, 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 везде у меня иголки, очень странно, везде у меня иглы. Так, вот таких расцветок очень много, и сиреневый, и красный в горошек стоит 130 рублей метр. В общем, смотрите, как я хочу оформить. Ну, понятно, что полностью обратная сторона будет вот такая, и хочу, чтобы на лицевой стороне были небольшие такие полоски, что-то типа паспарту. Сердечком вряд ли я буду вырезать, хотя, может быть, было бы интересно вырезать эту середину сердечком, но все-таки, не знаю, это сложнее будет сделать. Вот, поэтому, если проще, то вот такие оставить планочки. И я уже купила пуговки, я не хочу делать молнию, я нашла в Галамарте такие пуговки деревянные в виде клубничек, красные, зелененькие. Дело в том, что дочка у меня их тут же приватизировала, ей они понравились, она их забрала. Но поскольку дочка лежит в больнице, и там она вяжет, и просила принести ей эти пуговки, я отдала, и показать вам не могу. Хотя очень хотелось бы мне вот так их положить и показать, в общем, ну, посмотреть, как это будет красиво, некрасиво. Но почему-то мне казалось, что это будет очень красиво. Я сейчас вам такой показываю рабочий вариант, это, конечно же, не окончательный еще результат. Я показываю, как я представляю себе эту работу, но в процессе того, как я начну оформлять, может быть, что-то изменю. Я не знаю, может быть, я пойду к маме с этими работами, может быть, мы с ней вдвоем помозгуем. Но, в общем, для меня этот процесс оформления очень сложный, и, в общем, я это и не люблю делать, и нет у меня какого-то художественного воображения. Поэтому я, наверное, люблю вышивать по наборам. В общем, когда все уже собрано, и мне не нужно ломать голову, мне так проще, я не знаю. Ну, вот такой из меня хреновый дизайнер, что же я могу с этим поделать. Так, размер, размер этой подушки, так, немножечко нужно, наверное, по пару сантиметров с каждой стороны оставить, иначе будет это сильно впритык. Вот, в общем, 32 сантиметра. А я хочу подушку 40 на 40, поэтому получается, что по 4 сантиметра с каждой стороны должен выглядывать вот этот материальчик. И как раз будет планочка, наверное, вот так вот, что ли, с верхней, вот здесь вот наверху, и будут вот эти декоративные пуговки. Вот я себе представляю это так. А как это будет потом в итоге, ну, как говорится, война план покажет, дальше будет видно. Вот такая вот красотень получилась. Такие сочные ягодки. Ягодки обалденные. Там есть еще такое сердечко, такое же в середине, там пустота. Есть отдельно клубнички. В общем, очень красиво, если вышить скатерть, салфеточки. Но я не люблю прикладную вышивку. Вот подушки еще как-то более-менее. Поэтому вот я выбрала именно вот такой дизайн. Ну, очень нравится. Вышивала на равномерке на Линде 27. От Линды тоже у меня обалденные впечатления. Но это не говорит о том, что я буду заменять канву в наборах на равномерку. То есть я одинаково люблю канву. И точно так же мне нравится равномерка. Поэтому я не планирую заменить. Если в каких-то единичных наборах, там может быть. Но в основном нет. Я с таким же удовольствием вышиваю и на канве. Дело в том, что на канве у меня тоже есть готовые работы. И я в следующих видео обязательно о них расскажу и покажу. Буду, девчонки, снимать короткие видео, потому что сесть и снять длинные видео сейчас нет времени. Это во-первых. А во-вторых, по поиску девочки не могут найти готовую работу, если их интересует конкретно какая-то работа. Поэтому будут видео коротенькие. Я думаю, что я в трансляциях и так много, по 3-5 часов сижу, болтаю. И иногда нужно снимать короткие ролики, что я и буду делать в своих видео. Возможно, летом, когда мы поедем на природу, я сниму какие-то теги. Это будет длинная болталка. Ну, а о готовых работах, о процессах, о покупках будут коротенькие видео. Я думаю, что летом у вас тоже нет очень много времени сидеть, часами смотреть. Поэтому я думаю, многих устроят такие коротенькие видео. Но и заодно я смогу вам регулярнее их выкладывать, не затягивать. Как я на месяц пропадаю, потом сразу прихожу и 5 часов сижу в трансляции. Ну, все. На этом я закончу свой рассказ о своей готовой работе, о клубничном сердце. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк, если вам видео понравилось. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока.